По мнению Затулина, отчет о проделанной работе для депутата, вещь обязательная и подобные встречи он намерен проводить регулярно. Депутат Государственной Думы от Сочи первым делом возвращается к своей предвыборной программе по пунктам, напоминает об обещаниях и проводит анализ. Добиться прямого финансирования города-курорта Сочи с бюджета Российской Федерации. Этот пункт на данный момент, конечно, провести в бюджете 2017 года невозможно, поскольку бюджет подготовлен. Но я считаю своим долгом начать по этому поводу работу, с тем, чтобы в 2018 году это уже было серьезной темой для обсуждения. Слишком мало времени прошло для подведения итогов, но первые шаги уже сделаны. Народный избранник заявляет, что начал активную работу по решению наболевшей мусорной проблемы на курорте. Сейчас рассматривается вопрос строительства современного завода, экологически безвредного и способного перерабатывать мусор в электроэнергию. Реализацией такого проекта в ряде российских регионов занимается корпорация Ростехнологии. Затуллин обратился к ее руководству с просьбой включить в этот план и город Сочи. Он намерен предпринять все меры для того, чтобы заявка была принята. Если край не будет против, то в этом случае, после принятия правил, которые сейчас внесены в правительство, мы приступаем к проектированию такого завода, к выделению земли и так далее, под проектирование такого завода в Сочи. В сфере образования тоже грядут перемены. В данный момент идут переговоры по поводу строительства школы на улице Ландышева и в микрорайоне Мамайка. Школы, которые у нас строят в России, то есть она примерно в три раза дороже. То есть речь идет о сумме миллиард сквозьиков для того, чтобы построить эту школу. Но школу эту строить надо, она обещана многократно, вы знаете. Такой суммы городской бюджет не потянет, поэтому Константин Затуллин совместно с городским руководством в ближайшее время проведет переговоры с Министерством образования, чтобы включить проект строительства школы на Мамайке в федеральную адресную программу. Есть подвижки в вопросе газификации военного городка в поселке Учдыры. Константин Затуллин подкрепляет свои заявления документами, запросами и официальными ответами. Во время встречи с журналистами депутат поделился последними новостями из Государственной Думы. Там сейчас горячая пора. Полным ходом идет работа над федеральным бюджетом. Следующий отчет о проделанной работе Затуллин представит через месяц. Грина Овсецна, телекомпания «ФКТ».